Семья у нас большая, то есть я сама выросла в многодетной семье, и сама сейчас многодетная мама. Семейный, натуральный, гостеприимный, насыщенный и комфортный. В печи в огромной дровяной пекут хлеб, достают его при гостях, где можно его попробовать. И в первый год праздника к нам приехало полторы тысячи человек. Добрый день! В эфире подкаст «Сельское предпринимательство. Вдохновляющие истории». И я, его ведущая, Светлана Бызова. Подкасты записываются в рамках проекта Архангельского центра социальных технологий «Гарант». И сегодня у нас в гостях Елена Владимировна Шестакова, генеральный директор ООО «Голубина». Это лесной отель «Голубина» в Пинежском районе Архангельской области. Сельский предприниматель и, к тому же, многодетная мама. Я познакомилась с Еленой Владимировной на проекте «Школа социального предпринимательства» в 2016 году. И поэтому прошу разрешения называть её на «ты». Можно, да, Елена? Конечно, да. Добрый день. Добрый день ещё раз. И первый вопрос у нас традиционный. Считаешь ли ты себя сельским предпринимателем? Да, безусловно, считаю. Те пять лет, которыми я являюсь предпринимателем, моя работа, жизнь неразрывно связаны с селом, с посёлком Пинега, посёлком Голубина, где мы работаем. И, соответственно, я считаю себя не только сельским предпринимателем уже, но и сельским жителем. А с чего начался ваш проект? И как давно? Проекту нашему осенью будет пять лет. Первый юбилей будем праздновать. И начинался он, интересно, с мечты, как, наверное, и у многих предпринимателей, потому что изначально не рассматривала себя никогда предпринимателем, была научным сотрудником в университете. Но сложилась жизнь так, что ушла в декрет, и наш проект начинался с мечты, так как родилась и выросла я в посёлке Пинега Хангельской области. Мой муж тоже пенежанин, и, живя в Архангельске, мы все отпуска, все выходные старались проводить у себя на малой родине. Приезжая туда из года в год, с грустью отмечали, что, к сожалению, жизнь в деревне становится скучнее, становится не такой активной, люди, молодёжь выезжает, есть такие традиционные для всех деревень проблемы. И тут нам в руки, скажем так, попала такая возможность осуществить свою мечту, переехать жить в деревню и заниматься очень интересным проектом развивать туризм в деревне, а именно в посёлке Голубино развивать туристический комплекс Голубино. То есть, собственно говоря, о чём мечтали, к тому и пришли. И в каком году это всё произошло? В 2014 году, вот осенью у нас будет первый юбилей, 5 лет. На школе социального предпринимательства ты защищала проект «Лесной отель Голубино» как социокультурный центр посёлка Пинега. И я очень хорошо запомнила, что на твоей презентации был один потрясающий слайд «Моя команда». И там была фотография, на которой было человек, наверное, 25 членов вашей семьи, каждый из которых каким-то образом принял участие в реализации этого проекта. «Лесной отель Голубино» — это абсолютно образец такого семейного бизнеса. Да, хорошо помню этот слайд и защиту проекта, и как волновалась во время этой защиты. На самом деле, да, семья нас поддержала, семья у нас большая. То есть я сама выросла в многодетной семье, и сама сейчас многодетная мама. Все сёстры, брат у меня со своей семьёй. Каждое лето у нас традиция — приезжаем на родину к родителям и тоже обмениваемся идеями, обмениваемся разными впечатлениями на жизнь. И когда закрутилась вокруг проекта «Голубино» наша идея, нас в первую очередь поддержала наша семья. То есть все подключились, кто чем мог. Брат у меня выступил главным инвестором, выкупив здание туристического комплекса, и до сих пор помогая и поддерживая. Его жена ушла с крупной международной компании, где занимала пост начальника юридического отдела. Давайте назовём их имена. Да, это Клепиковский Олег, мой брат. Клепиковская Анна Владимировна, его жена. Она сейчас активно занимается развитием нашего туристического комплекса и представляет интересы небольшого лесного отеля за пределами Архангельской области в Москве. Плюс ещё месте мы с ней открыли. Не только в Москве, по всей стране. По всей стране, да, точно. В этом году, буквально скоро нам будет год, как вместе с ней мы параллельно открыли ещё некоммерческую организацию по сохранению культурного и природного наследия «Голос Севера». Ну и, конечно, мой муж, который занимается, совершает все технические вопросы в лесном отеле, которых каждый день очень много. Это вопросы и там с котельными, водоснабжениями, с автобусами и так далее. Даже наши дети помогают что-то рисуют для Голубина, родители. Лена, а сколько у вас детей и сколько старшему? У нас трое сыновей. Старшему 7 лет, среднему 5 лет и 2 года. Николай, Григорий и Виктор. 7 лет – это самый возраст, начинать помогать родителям. Ну, понятно, что у них дела соответственны их возрасту. Но у нас сейчас в лесном отеле появились новые жители. Это курочки, кролики. И ребята с радостью за ними ухаживают, да, носят, собирают траву. То есть это интересно им и гостям. Я знаю, что вы всей своей семейной командой часто думаете о том, что же заставляет гостей выбирать отель Голубина и как сделать так, чтобы как можно больше людей выбрали отель Голубина в качестве места для отдыха. Удалось ли вам найти какие-то ответы на этот вопрос? Что заставляет людей лететь до Архангельска, а потом ехать 200 километров до Голубина? Голубина. Чем привлекательен ваш отель? Да, мы, безусловно, всей семьей устраиваем такие мозговые штурмы, обсуждаем. Но помимо этого мы еще общаемся с нашими гостями очень активно, выясняя у них, что же их сподвигло приехать к нам. То есть вы постоянно находитесь в отеле? Да, практически каждый день. За редким-редким исключением. Поэтому мы общаемся с гостями, спрашиваем у них, да, обратную связь обязательно. Обязательно спрашиваем о том, как они о нас узнали. Что им нравится, что не нравится. Потому что это очень важно для нас, понимать обратную связь гостей. Ну и, конечно, был такой интересный случай, о котором хочется рассказать. Однажды мы пригласили к нам московского шеф-повара для того, чтобы он обучил наш персонал в ресторане работать по новым стандартам. И когда он пришел с нами на первую встречу, мы как раз с Анной сидели в ресторане, он спросил, а что вы вообще хотите от меня? Какая у вас должна быть кухня? И дал нам простой тест. Вот вам листочки, напишите пять слов, с чем у вас ассоциируется ваша работа, ваш лесной отель. И удивительно, что и Анна, и я, независимо друг от друга, написали практически похожие слова. И мы поняли, что пять синонимов, которые характеризует наш лесной отель, это были семейный, натуральный, гостеприимный, насыщенный в плане и вкуса, и эмоций, и комфортный. Отличный. Да, и, соответственно, он сказал, послушал нас шеф-повар Максим Калашников и сказал, все, я понял, что вам нужно, я понял, какое вам нужно меню, какая нужна концепция. Ушел подумать и буквально через пару часов вернулся с концепцией, которую мы сейчас полностью практически поддержали и развиваем активно. И вот, соответственно, во всем, чего бы мы теперь ни коснулись, выбора мебели, выбора нашей рекламной продукции, сувениров, мы всегда вот эти пять слов, пять синонимов примеряем, подходят они к нам или нет. И вот, мне кажется, это помогает нам создавать такой единый стиль во всем. И гости это ценят. То есть вот это гостеприимство, эту натуральность, эту насыщенность во всем, эту семейность. А что вы подразумеваете под словом натуральность? Насыщенность, я поняла. У нас в интерьере, например, очень много дерева, то есть таких натуральных продуктов. Наши экскурсии, они в природу, скажем так. Причем мы поддерживаем все принципы ответственного, социально-ответственного туризма. То есть мы стараемся природу поддерживать в первозданном виде, сотрудничая активно с заповедником. С пенишским? С пенишским государственным заповедником, да. Также у нас у персонала натуральный, ну это вот касается любых мелочей. То есть натуральная одежда, да, там из натуральных тканей. Это еда, продукты практически все натуральные с нашей местной фермы. Здорово. Да, и стараемся вот во всем соответствовать. Те же курочки и кролики, которые у нас появились, которых можно зайти, погладить, покормить. Лена, ты упомянула экскурсии. А какие экскурсии в лесном отеле? На данный, мы, скажем так, не только лесной отель, мы еще и туроператоры, и турфирмы одновременно. Поэтому можем себе позволить, скажем так, предоставлять полный спектр туристических услуг. Начиная от транспортных услуг от города Архангельск, проживания, питания и экскурсионные услуги. И из аэропорта, я знаю, что вы водите. Да, из аэропорта, из-за вокзала, откуда гостям нашим удобно и комфортно. У нас сейчас более 15 туристических программ. У нас очень удобное географическое расположение, такое не случайно, да, выбрано было в этом месте, так как в 300 метрах от нас единственная, такая уникальная, самая популярная в Архангельской области карстовая пещера Голденский провал. Рядышком с нами буквально граничит охранная зона Пенежского государственного заповедника, где тоже есть экологические тропы, в том числе экологическая тропа на водопад. В 17 километрах от нас поселок Пенега с уникальной историей, некогда бывшим городом. Тоже очень интересны эти исторические экскурсии. Также есть вода. Исторический квартал у вас, да? Да, водинские купцы Володины, которые нашу Пенегу прославили. Есть гастрономические туры, программы, то есть куда мы возим людей на ферму, возим в пекарню, которая больше 100 лет, где люди видят, как в печи в огромной дровяной пекут хлеб, достают его при гостях, где можно его попробовать. Ну и вот таких программ очень много, на сайте есть полный перечень, можно познакомиться. Про пещеры хотела еще уточнить. Многие опасаются ходить в пещеры. Ваши пещеры как-то вот они проверены, они безопасны для посещения. Да. В этом вопросе мы тоже тесно сотрудничаем с Пенежским государственным заповедником, в штате которых есть спелеологи профессиональные, которые обязательно проводят мониторинг пещеры, следят за ее состоянием. И если какая-то малейшая опасность есть, то, безусловно, мы прекращаем эти экскурсии. Так, например, в весенний паводковый период, это примерно конец апреля, середина мая, экскурсии в пещеру закрываются, так как в связи с разливом рек это может быть опасно. Но после этого пещеры все снова исследуются, и если это безопасно, экскурсии возобновляются. То есть техника безопасности, каски, фонарики, инструктаж обязательно с профессиональным экскурсоводом, всему этому мы уделяем тоже большое внимание. Какие гости тебя удивили территориально? Откуда приехали? Издалека, может быть, или из какой-то такой необычной страны или региона? Были такие? Были, конечно, сложно сразу так вспомнить, потому что, на самом деле, сами часто отмечаем, что очень много приезжает к нам интересных людей. Художники, писатели, то есть искусствоведы, очень интересные, спортсмены профессиональные. И в последнее время, да, часто стали гости из-за границы. Например, был мужчина с Германии, который сам с Германии приехал на мотоцикле до нас. То есть так интересно он путешествовал по всей России и добрался до нас. А сейчас я знаю, что на Хасках собирается. Да, сейчас мы ждем. 4 августа стартует экспедиция из Холмогор на Хасках. С ними мы тоже с этой командой сотрудничаем уже больше трех лет. Впервые с ними мы пересеклись, скажем так, сотрудничали, когда организовывали первый праздник оленя, событийное мероприятие, которое трижды проходило в весном отеле «Голубино» 8 марта. И вот Виктория Лебедева приезжала к нам со своими собачками, чудесными хасками, катала гостей. Я думаю, надо про праздник оленя тоже сказать еще дополнительно, что это не просто такой абстрактный праздник оленя, а можно посмотреть настоящих северных оленей, побывать в стойпище оленеводов побывать. Да, тоже оленеводы-кочевники, которые традиционно испокон веков приходили в пинежские леса, чтобы пасти своих стада северных оленей, кормить их ягелем, который полезен для оленей. Мы сотрудничаем давно и с ними дружим. Это наши друзья семьи. И вот когда мы начали организовывать к ним экскурсии, мы подумали, как бы сделать их жизнь интереснее, чуточку легче, может быть, потому что у них на самом деле такие сложные будни, сложная жизнь в лесу. Живут они в палатках лесных и практически весь год кочуют, останавливаясь на стоянку только летом и зимой примерно на два месяца. И вот у нас появилась такая идея организовать праздник, в первую очередь, для оленеводов, чтобы немного скрасить их будни. Мы подготовили трассы для гонок, сделали интерактивные площадки, интересные именно самим оленеводам и их детишкам. Купили подарки для них, подарки, нужные в быту именно самим оленеводам. Генераторы, бензопилы и так далее. И когда мы объявили этот тур для гостей, мы поняли, что это очень востребовано. Нам буквально за три дня пришло более 600 заявок посетить этот праздник. Мы срочно бросились готовить дополнительные площадки, дополнительный интерактив для наших гостей. И в первый год праздника к нам приехало полторы тысячи человек. То есть для нас это такое, да, одним днём, зимой, учитывая, что опыта проведения зимних мероприятий у нас в области практически нет таких масштабных, далёких, скажем так, от центра. Для нас это тоже был интересный опыт. Я помню, я была очень впечатлена, когда впервые увидела северных оленей, вот именно пинежских. Да, они очень милые, интересные. Я думала, что они такие должны быть большие, как в сказке про снежную королеву с такими большими рогами. Да, все думают, что они похожи на лосей большие. А тут такие маленькие, милые олешки. Да, действительно, но очень выносливые животные. Как говорится, олень кормит, одевает и возит оленевода, поэтому для них это вся жизнь в олене. Лена, недавно у вас было такое событие, я прочитала в соцсетях, что вашему отелю присвоена звёздность. Но вот так со стороны обывателя три звезды вроде бы как-то, ну так, скромно. Почему так важно было отелю Голубина получить звёзды? И что это вам даёт? Да, на самом деле мы безумно счастливы, что у нас три звезды, и для российского рынка гостеприимства это довольно хороший результат. Почему мы решили это делать? Классификация отелей будет обязательна с 2001 года, но мы решили, чтобы... 2000? 2021, да, прошу прощения. Но чтобы не оставлять на последний момент, мы решили всю подготовку сделать сейчас и пройти звёздность сейчас. У нас 31 номер в отеле. Для отелей с номерным фондом больше 50 номеров. Обязательная классификация уже сейчас. Интересный опыт, потому что на самом деле критериев для оценки бальной именно звёздности, он очень больший. То есть там требования огромные, куча разных мелочей. Но строили мы эту гостиницу впервые, да, для нас это была первая стройка в жизни. И сейчас понимаем, что, наверное, надо было сначала почитать требования к звёздности, а потом уже строить. Но, как часто бывает, как появились деньги, так и начали строить. Поэтому мы просто элементарно не подходили под площадям по 4 звезды. Несмотря на то, что у нас комфортные номера, но вот площади санузлов они не позволили, да, получить 4 звезды. И плюс на 4 звезды ещё очень сложные требования по подготовке персонала. Практически у 100% персонала должно быть высшее образование, должно быть знание иностранных языков. А всё-таки наша позиция – трудоустраивать местное население, потому что мы не ограничиваемся развитием, не рассматриваем себя просто как гостиница, мы рассматриваем себя именно как центр развития посёлка нашего. И поэтому у нас в штате работают только местные люди. Мне кажется, это единственный отель в сельских районах Архангельской области, имеющий звёздность, да? А вы знаете, какие вещи? В Пинежском районе есть звёздность ещё. Например, Пинежская Слобода в Карпугарах. Довольно уютная и хорошая гостиница. Мы там отдыхали. Это наши тоже партнёры, коллеги. У них одна звезда, несмотря на то, что очень хорошие условия. То есть количество звёзд не совсем показатель, наверное. комфорта, потому что, наверное, действительно русские обыватели привыкли сравнивать с турецкими отелями. Но вот у нас ситуация немножко другая. Вы считаете себя не только сельским, но и социальным предпринимателем. И я уже упоминала ваш проект, который называется «Лесной отель Голубина как социокультурный центр развития посёлка Пинеги». Скажите, а что это значит? Что значит отель как социокультурный центр? Первый год своей работы мы сразу определили для себя некий девиз. То есть развиваясь, развиваем территорию. И тоже какого бы нашего действия, шага или проекта ни коснись, мы всегда его оцениваем с точки зрения всей Пинеги. То есть насколько это будет интересно не лично нам, как предпринимателям, а насколько это будет интересно Пинежанам. Мы сами, да, то есть сельские жители стали, вернувшись из города. Мои дети живут здесь и растут, да, учатся в школе. Поэтому нам очень хочется, чтобы посёлок развивался. Мы трудоустраиваем местное население, как я уже сказала. То есть у нас весь штат на 100% состоит из Пинежан. Хотя в этом есть, да, некоторые сложности, но тем не менее мы для себя решили, что мы готовы их преодолевать. Стараемся практически всех поставщиков по мере возможности тоже привлекать из Пинеги, ну или на крайний случай хотя бы из Архангельска, чтобы также развивать территорию. Сотрудничаем с местной фермой, с местным потребительским сообществом. Мероприятие у нас проводят по договорным также отношениям Пинежский культурный центр. То есть гости, приезжая к нам, могут посмотреть чудесный Пинежский хор, послушать Пинежскую гаворию в исполнении сотрудников Пинежского культурного центра, ну и так далее. То есть таких проектов очень много, всех партнеров. Я думаю, что и поток туристов, посещающих музей Пинеги. Конечно, мы с музеем тоже сотрудничаем, с заповедниками есть свой музей «Гарста чудесный», с которыми мы тоже работаем. Сейчас мы выходим на новое направление, уже второй год активно работаем не только с Пинегой, но и с поселком Кимжа, Мезенский район. Это одна из самых красивых деревень. Туда тоже возим. Также наш девиз, я еще раз повторюсь, развиваясь, развиваем территорию. Поэтому стараемся, чтобы максимальное количество финансовых ресурсов оставалось на территории. Да, мы заговорили о финансах. И вот вопрос, который волнует, наверное, любого начинающего предпринимателя, с чего начать, где найти вот этот стартовый капитал, чтобы бизнес начался. Как вы решили эту проблему? Ну, сложно говорить за всех, да, предпринимателей, потому что у всех своя ситуация, свой бизнес. Так как у нас, я повторюсь, да, что наш проект начинался с мечты, то, соответственно, мы не садились и не считали никаких, честно признаюсь, никаких там финансовых, не строили схем, не делали даже бизнес-план. Просто нам появилась такая возможность выкупить. И мы, бросив все, выкупили. Хотя у нас не было опыта работы не в туризме, не знали, как управлять гостиницей, не знали даже, какие сложности перед нами возникнут. Но вот тут подключился мой брат Олег, который поверил в нас, поверил в проект. И взяв кредиты, да, под личные свои нужды, соответственно, вложил деньги в покупку туристического комплекса. То есть вы купили уже некий готовый комплекс? Да, мы купили уже территорию со зданиями, с инфраструктурой, с некоторой, с брендом уже со своим, потому что предыдущий собственник очень грамотно, мы считаем, что развил бренд Голубина. О нем знали уже, такой туристический поток минимальный был. И вы ведь построили новое здание? Да, к сожалению, у предыдущего собственника, когда здание гостиницы основное сгорело, и когда мы выкупали, выкупали просто пожарище на одном из зданий. Поэтому встали сразу перед выбором, с чего начать, что начать восстанавливать. И в первый год, восстановив все коммуникации, то есть водоснабжение, канализацию, отопление, мы приняли застройку гостиницы. Это же очень интересный для нас опыт. Построили, а уже через год, в 2017 году, построили конференц-зал. Многие удивлялись и спрашивали, зачем в лесу, в 200 километров от областного центра, нужен вообще кому-то конференц-зал. Но для нас это было таким принципиальным решением, потому что часто нужно было просто развести потоки гостей. Когда празднуют свадьбу, остальным гостям приходилось, кто приехал, то есть в этом же зале сбоку где-то ужинать, например, или там юбилей, или конференции. И мы решили таким образом развести потоки, построив отдельный комфортный современный зал со всем оборудованием. И тем самым открыв новую нишу для себя, именно делового туризма. Угадали? Угадали, да. Уже много конференций. В данный момент сегодня у нас проходит как раз конференция. То есть так пользуются популярностью. И для нас очень приятно это осознавать, что мы всё-таки не прогадали. Лен, и финальный вопрос, который я задаю всем гостям. Что ты ощущаешь вот сегодня от реализации своего проекта, от реализации своей мечты? Усталость или счастье? Радость или гордость? Или надоело всё уже? Или наоборот хочу ещё больше? Нет, безусловно. У нас установка есть, что сдаваться нельзя. Муж даже в шутку когда-то пошутил, сказал, теперь даже с этим Голубина с тобой не развестись, потому что мы теперь вынуждены быть сюда вместе, рядом, плечо к плечу, потому что миллион задач каждый день возникает. Безусловно, бывают дни, когда усталость накапливается, потому что тот же высокий сезон зимой с января по апрель у нас не было ни одного выходного. То есть мы сознательно на это шли, знали. Но тоже в этой ситуации выручает как раз вот эта наша семейность, когда один устал, подхватывает второй, помогает. Но в целом, конечно, удовлетворение, когда мы читаем отзывы гостей, когда мы видим, что гости к нам возвращаются. В этом году, допустим, к нам сейчас недавно приезжала женщина, которая приехала к нам за два года 18 раз уже. То есть для нас это показатель, что мы делаем, наверное, что-то правильно. Поэтому в целом, безусловно, это удовлетворение. Лена, где можно найти информацию о вашем отеле? У нас запущен в марте новый сайт – голубина.орг. Там есть вся информация о номерном фонде, о наших туристических программах. Там можно забронировать номер, кому удобно. А также мы во всех соцсетях есть. По хэштегу «Голубина» можно нас найти и в Facebook, и в ВКонтакте, и в Инстаграме. Так что будем рады всем. Ссылку на группу отеля «Голубина» мы разместим в наших постах, в расшифровке нашей сегодняшней беседы. Поэтому проходите по ссылкам, знакомьтесь с этим отелем. И я думаю, что Лена будет рада встретить новых гостей в лесном отеле «Голубина». До встречи в лесном отеле. Продолжение следует...